Дымовая завеса над Химашем, склад в 5000 квадратов на Черняховского, выгорел дотла. Но обстановка продолжает накаляться. Арендаторы посыпают голову пеплом, подсчитывая убытки. А это около 300 миллионов рублей. Мария Новикова встретилась с погорельцами, которые утверждают, что знают, кто виновен в пожаре. Близко подойти к горящему складу не решались даже огнеборцы. На Химашем ночью было очень жарко. А это вам не игрушки, хотя ими здание было буквально набито. Поэтому ангар проливали только снаружи. Нам пришлось вывести личный состав изнутри этого склада, дабы не рисковать жизнью личного состава. Потому что большая горючая загрузка внутри склада. Полностью склад забит игрушками и большая температура. Укротить стихию пожарные смогли только к утру. И еще полдня они проливали пепелище. Далеко не уходят и арендаторы. Сквозь слезы они наблюдают, как их бизнес, в основном это торговля детской одеждой и игрушками, превращается в пепел. Каждый потерял миллионы рублей. Ведь перед осенью хранилища были набиты учебниками и школьной формой. Теперь погорельцы выносят все, до чего огонь не добрался. Что мы хотя бы увезем? То есть пока я не тушу. Что мы с ним можем сделать? Что с ним сделать? Что-то на помойку. Из десяти штук, если одна уцелет, то нет. По словам очевидцев, пожар начался здесь, на втором этаже. Когда сработала сигнализация, сотрудники вышли на улицу. Поначалу владельцы офисов не беспокоились. Из окон пробивались только тонкие струйки дыма. Пламя полыхнуло в один момент. Это вот просто забирается. Это тоже внутренние документации, не учетные. Хотя огонь гулял только по второму этажу, дыру в бюджете он прожег и тем, у кого офисы на первом. Документы учебники залило водой, а одежду и игрушки прокоптил дым. Даже если их постирать и просушить, это уже брак. Вы бы купили своему ребенку игрушку после пожара? Там гарь, там углекислый газ. Я не знаю, что там. Я не позволю пустить это просто уже в продажу. Арендаторы уверены, пожар – не случайность. С июня в терминале идет ремонт. Несмотря на огнеопасную начинку склада, рабочие резали металл болгаркой. Весь день во все стороны летели искры. А беспокойные соседи даже писали жалобу собственнику здания. Но тот заверил – все под контролем. В устном ответе от администрации они сказали, что все, да, мы в курсе, все это ведется. Но дело в том, что нормы все соблюдены, вы не переживайте. То есть как бы они их заверили и успокоили. Но в результате этого, вот видите, через две недели произошел пожар. По словам арендаторов, это уже не первый пожар на складе. Пару лет назад его поджигали. Причину же новой напасти сейчас выясняют дознаватели. Ну и арендаторы не сидят, сложа руки. Они планируют заказать независимую экспертизу, чтобы потребовать от владельцев терминала возмещение ущерба. Мария Новикова, Владислав Колупаев. Новости 41-го канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова